В Тверской области будет отремонтировано более 1800 километров региональных дорог. В центре внимания Кабмина в среду было рассмотрение программы дорожных работ Верхней Волжии до 2022 года. Наш регион первый, кто принял программу на предстоящую трехлетку. О подробности все у нашего корреспондента Ирины Синягиной. В 2019 году объемы ремонта дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области по сравнению с прошлым годом увеличились в полтора раза и составили порядка 330 километров. В 2020 планируется увеличить этот показатель до 93%, соответственно, до 634 километров. Приведение дорог в нормативное состояние, развитие и модернизация дорожной сети – одна из приоритетных задач для регионального правительства. Общий объем Дорожного фонда Верхневолжья в следующем году составит почти 11 миллиардов. Из них почти 8 миллиардов предназначены на проведение работ на дорогах региональной сети. Всего по программе ремонт затронет более 480 километров дорог опорной сети. В первую очередь работы будут организованы на дорогах, обеспечивающих доступность социальных и медицинских учреждений, реализацию инвестиционных проектов, подъезд к туристическим объектам. Вся опорная сеть наших дорог войдет в программу ремонта. Это «Торжок Осташков», далее это трехлетняя программа «Тверь-Бережеский-Весегонск», о чем мы говорим. Кроме того, у нас появится несколько мостовых сооружений. Это трехлетний проект по ремонту моста в Вышнем Волочке, это мост через Волгу в Пеновском районе. Включили новый проект, это «Западная хорда», который будет соединять трассу М-2, М-11 с трассой М-9 в Балтии, который будет проходить через Фировский район, Андреапольский, Осташковский. В этом году город «Тверь» совершил формирование документации по западному мосту. И я уверен, что в следующем году мы уже сможем начать реализацию этого масштабного, крупнейшего проекта. Также в программу включены работы на дорогах, которые соединят наш регион с соседними областями. Кроме того, в рамках программы дорожных работ продолжится установка новых павильонов на остановках общественного транспорта, обустройство вертолетных площадок для санавиации, площадок для проведения весового контроля, особое внимание повышению безопасности на дорогах. В план работ включено нанесение разметки термопластиком, обустройство шумовых полос, установка дополнительных дорожных знаков. И это не все. Впервые на 2020 год запланировано мероприятие, которое направлено на освещение участков населенных пунктов, проходящих по региональной сети дорог, там, где мы получали наибольшее число дорожных происшествий. В целом до 2020 года в Тверской области планируется отремонтировать более 1800 километров. К слову, Тверская область – первый регион, который принял программу дорожных работ сразу на три года вперед. Это серьезный горизонт планирования, который даст возможность и нам, и дорожникам, Минфину, но самое главное, гражданам Тверской области и нашим гостям иметь представление о том, как идет ход дорожного строительства. Это придаст дополнительную привлекательность инвестиционную нашему региону, повысит и качество проживания, ну и, конечно же, безопасность передвижения по нашим дорогам и автолюбителей, и служебного транспорта. Игорь Удени подчеркнул, необходимо четко соблюдать сроки проведения всех работ. Программа дорожных работ на следующий год принимается заранее, поэтому все контракты с подрядными организациями должны быть заключены до 1 марта 2020 года, завершение работ до 1 октября, вблизи учебных заведений до 1 сентября.